Теперь уже можно коснуться теста. Давайте писать код. Все остальное по ходу мы изучим, разложим по полкам. Сейчас надо код. Итак, пишем код, где мы должны изменить значение. Например, var-brother. Брат. Это у нас, мы с вами только что проходили, получается тип данных объект. И забьем туда name строка Valera. Точка запятой, что закончилось. Дальше вторую переменную var-sister. Тоже тип данных объект. А вот мы сейчас подправим. Тип данных Marina. И вот теперь у нас, мы только что с вами это проходили в предыдущем уроке. Теперь напишем функцию function. Так и назовем ее, tisfan. Так. И выведем, просто выведем. Консоль и лог. Он есть, оно нам предлагается, tisf name. Плюс потом мы опишем, чего мы там должны получить. А теперь вот что давайте делать. Итак, ребята. То есть вы поняли, почему я тесс затронул. Потому что оно выхватывает все эти пункты. И нам дает возможность изучить. Но не только тесс. Вы понимаете контекст, что это надо вообще во всем. Но тесс я хочу, чтобы вы использовали. Это вход у нас будет. Итак, ребята. Я не знаю, писали или нет. Я тут вот подготовил, чтобы вам нормально объяснить. А, вот это мы написали. В чем смысл? Итак. Что нам надо разобрать? Нам сейчас надо разобрать. И мы с вами будем постоянно дополнять знания. Итак, смотрите. В чем замысел? Вот здесь у нас два объекта. Ну вот смотрите. А функцию ведь функция одна. Функция одна. А теперь давайте вызовем. Правила рассмотрим. Мы написали функция. Мы написали функция тест фан. Тест фан. И здесь у нас тест name. А name у нас в объекте. Мы еще будем изучать. Но давайте оговоримся. А переменные, то есть, которые находятся вне функции в JavaScript, являются глобальными. То есть, видны отовсюду. Примечательно, что нам выяснить. На что ссылается тест, то есть, контекст в данный момент. Сначала давайте напишем, будем удивляться. Итак, первое у нас объект. Вызовем функцию. Что мы делаем в первом случае? И объясняем себе. Brotter object. Мы решили, что объект будем обозначать объект. Присвоим значение тест фун. Ну, мы это с вами делали в примерах. Присваивали. Тест фан. И понятно, что второе у нас идет объект. Систер. Вот у нас есть. А мы так и оставим. Тест фан. Рассмотрим синтаксис, не переживайте. Пока так оставим. Теперь. Мы присвоили один объект и второй, это разные объекты. Но присвоили одной функции. А теперь попробуем вывести результаты. И вот мы получаем Валера Марина. Функция одна. Одна написана. Тест нейм. Ссылается на здесь нейм и здесь нейм. Но не запуталась. Смотрите. Нам понадобятся те знания. И отработала. Сейчас рассмотрим синтаксис. Ребята, и вспоминаем предыдущий урок. Почему не запуталась? Мы дальше рассмотрим код Java с вами. Там первую функцию я назвал... Как я ее назвал? Так я посмотрю. Тупой Java. Да. Хотя он вам понравится. Java все. И сдох бы тут. Сразу. Теперь смотрим сюда. Итак, ребят, сообразите. Вот эту... Переосмысливаем. Контекст всегда является значением TES. TES это ключевое слово. Которое является ссылкой на объект. Поехали. Давайте переосмыслим. Это один очень умный... Америкос написал. Молодец. Вот это нам тут надо поместить. Вот так будет выделяться. Контекст. Мы... TES оставьте в стороне. В JavaScript, чтобы с ним работать, надо понимать контекст. Не только с TES. TES это точка входа. Вообще совсем с функциями, с типами данных. Мы должны четко понимать картину, что сейчас это и есть контекст. Но давайте сначала разберемся с TES. То есть TES это назначение, что вывести на лету. Контекст всегда является значением TES. Ключевое слово. Которое является ссылкой на объект. А теперь вспоминаем предыдущий урок, ребят. Помните, мы с вами говорили, что в... С объектами, тип данных, которые мы работали, с функциями и с массивами. JavaScript работает с ссылкой на объект. Говорили, да, в прошлом уроке. То есть TES ссылается на name, на конкретную область памяти, меняет объект. Вспомнили? Вспомнили. Читаем дальше. Это умный человек написал. Ссылка на объект. Да, есть оно здесь. Вот TES, вот name. Мы обращаемся к типу данных объект. Мы с вами в предыдущем уроке, когда на объект это обращается. Ссылка конкретно на сам объект, который владеет исполняемым в данный момент кодами функции, на которую смотрят. Иными словами, смотрим и переводим на нормальный язык. Мы написали функцию TES.Fan.Console.Log.Test.Name. Name у нас в глобальной области видимости. Входит в тип данных объект. Name со значением Valera. Вторая, Sister.Name со значением Marina. Мы используем одну и ту же функцию. Brother.Object присвоили TES.Fan. И Sister.Object присвоили TES.Fan. Сейчас объясню, почему здесь по-разному записано. При этом TES не путается. В двух разных случаях вызывает функцию. А помните предыдущий урок? Когда мы с вами писали, вот он момент. Вот он, тот момент, когда вот это было, я изменил строку, а потом 5. Это пропало, это пропало, 5 осталось. Вспомнили, да? Но здесь получается, мы просто каждый объект меняем по одному разу. А теперь смотрим, куда ссылается TES. Еще раз собираем в голове, могу повторяться. В данном конкретном случае, TES рассматриваем в момент времени. JavaScript все происходит в момент времени. Ссылается на объект. А теперь, ребята, внимание. Мозги не кипят, спокойно открыли. Это здесь программа, смотрите. У нас глобально. Работаем с jQuery, запоминаем, да? Что там глобальное? Окно браузера. Запомните, это раз навсегда. Самое высшее, когда работаем в jQuery, там, с другими библиотеками JavaScript. Самое высшее глобальное, там окно браузера. Дальше он не пойдет, некуда. Так что, это чуть попозже, но даже не знаю, будет затратить или нет, пока нам ноды интересуют. Тес ссылается на объект. В данный момент Тес получает ссылку. Name. Объект. Как мы ссылаемся? Brother object присвоили Тесфан. Sister object присвоили Тесфан. Сослались. Функция сослалась на объект. Так, давайте еще немножко по-другому подойдем, пусть будет длиннее. Сейчас мы, еще раз повторимся, выделяем понимание контекста. Иными словами, контекст – это выполнение кода в данный момент времени. В нашем случае мы начали с рассмотрения ключевого слова Тес. Именно ключевое слово Тес, которое пришло из языка Java, оно указывает, какое значение нам вывести на данный момент. Перед этим мы с вами изучили понятие обращение к примитивам по значению и обращение по ссылке. Мы четко понимаем, что функция объект Function, мы с вами это упоминали, объект Function ссылается на другие объекты по ссылке. То есть мы имеем доступ к самому объекту. Если взять простыми словами, то Тес – это и есть сама, можно рассматривать как ключевое слово Тес, как ссылку на объект. Иными словами, доступ к памяти самого объекта. В данном случае мы взяли объект Name, который имеет значение Валера. И объект Name, который имеет значение Марина. И если взять в данный момент, у нас есть функция. Тес, то есть это исполняемый код, в данном случае функция, исполняемый код, Тес смотрит на объект. То есть Тес можно представить себе как ссылка на объект в настоящий момент. И в настоящий момент у нас Тес ссылается на Name. Если мы прокрутим ниже, мы получаем ответ на эту фразу. Исполняемый данный момент кодом или фун, на которую он смотрит. То есть Brutter Object при своре значения Тес Fun. Иными словами, наша функция Тес Fun использует Тес ссылку на Name объект. И использует его в данный момент, так как мы прописали, что Brutter Object равно Тес Fun. Тес Fun. Sister Object равно Тес Fun. Одна и та же функция, но разные объекты. Почему это работает? Потому что мы изучали с вами предыдущий материал. В одном вызове Тес будет обращаться к Brutter, второму к Sister. Это разные области памяти. И пусть даже это будет одно Name, одно Name, но это Name находится в разных областях памяти. Поэтому они не могут пересекаться. А вот при вызове функции мы просто вызываем Brutter Object, Sister Object. Также меняются названия областей памяти и меняются объекты. Хотя здесь могло быть... Мы специально поставили два Name, чтобы видеть, что это работает. Теперь, обратите внимание, сейчас еще раз повторимся. Вот здесь вот разный синтаксис. Это получение к объекту. Чтобы нам получить к Name доступ, что мы делаем? При вызове Brutter Object, смотрим сюда, значение Тес внутри... Так, это не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Не то. А, нет. Не то. А, все правильно. Вот по-другому еще. При вызове, да, все правильно. Я прочитал, я все записал, это вспомнил. При вызове. Вот здесь мы пишем Brutter. Brutter переменная. Дальше. Object. А Sister Object, это просто другой тип записи. Мы можем записаться через точку. Кстати, точка для новичков, кто не знает, программирование, это как слэш. Вот папки вы, когда разделяете слэшем, то же самое и здесь. Только это точки. Либо таким вот образом можно записать. Просто разная запись. Разницы здесь нет. И вызвать мы могли бы абсолютно так же. Например, вот так. Sister Object или так. Это не имеет принципиального значения, просто с точкой оно быстрее. И вызвалось три. Валера, Марина, Марина. Да, вот, то есть у нас две сестры. Теперь выводим еще раз главную функцию. Главное понимание этого всего урока. Признакомься с тест. Значит, в случае, наверное, 6 или 7 будет использование тест. Поэтому первый такой. Читаем. В коде верхнего уровня, в коде верхнего уровня, не находящегося внутри никакой функции. Этот код не находится внутри функции. А вот здесь тест, где мы ссылаемся на name, всегда ссылается на глобальный объект. В данном случае глобальный объект для этого файла являются переменные вне функции. Они для него глобальны. Для браузера это было бы, понятно, главное окно. А здесь это broader и sister. Ребята, чтоб у вас не кипели мозги, пока на этом закончим. Сейчас, следующим шагом, вот что мы сделаем. Мы тест, как мы с вами увидели, используется в одной функции, да, и не путается. Но при обращении он обращается в любом случае к разным источникам памяти. Независимо от того, что name там и там одинаковое. Но нам надо понять, а как же тест используется в других языках. Почему? Потому что здесь он используется повсеместно. По крайней мере, мы насчитаем минимум 7 принципов, да. Здесь тест надо рассматривать с контекстом выполнения. Вообще в JavaScript три контекста выполнения. Глобальный, контекст выполнения функции evil и контекст выполнения evil. Например, смотрите. Вот этот код, то есть тип данных объект, он не находится в никакой функции. Он является глобальным. Если бы мы напрямую с ним работали, то это было бы глобальное выполнение контекста. Мы здесь использовали выполнение контекста в пределах функции. В данном случае одна и та же функция у нас создала, работала... Два раза создавался новый контекст. В одном, в один раз мы работали с Brotter, в другой раз с Sister, да. При этом получили... Одна функция получила совершенно разные значения, что удивительно, да, по сути дела. Но для JavaScript это возможно. Благодаря ключевому слову Tess мы обращались к name и при этом мы совершенно не путали. Да, почему? Потому что указывали разные области памяти объекта, где Brotter указывалось это переменное, а Object, мы сами выдумали это слово OBJ, потому что, ну, оно привычное и для Python, и для других языков. То есть, грубо говоря, все понимают, что речь идет об объекте, да. В данный момент, по сути дела, Tess исцелается на этот объект. И здесь, понимаете, на сам объект, потому что просто у нас здесь имя name, и здесь name. А мы просто написали объект, присвоить значение Tess. Так вот, с этим мы немножко разобрались. Не пугайтесь, если у вас что-то пока непонятно. Это будет долго ставиться на мозги. Но запомните одно простое правило. JavaScript нельзя открыть, там, начать изучать типы данных, там, то, 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 и считать, что будете писать. Нет, здесь надо работать именно начиная с того, с чего мы начали. Вот мы прошли функции, поняли, и начали уже писать код. А теперь надо разбираться с контекстами. Почему? Потому что вот именно глобальный контекст выполнения функций, с которыми мы будем постоянно встречаться, и, ну, дальше посмотрим. И мы с вами уже здесь увидели, что функция TessFan, у нее она два раза вызывалась, при этом были разные совершенно результаты. Сейчас пока она додумается. Были разные результаты. То есть, три раза, да, вот мы сейчас вызывали. И три раза функция вызывалась с разным контекстом. Это самое главное, понимать в языке JavaScript контекст выполнения кода. Как я говорил, Tess мы изучаем для чего? Потому что он больше, быстрее дает понять. Но на самом деле, если вы посмотрите, сколько всего мы связали, и сколько нам надо было, надо еще пройти. И все это мы будем разговаривать именно в контексте выполнения кода. О контексте. Мы с вами в прошлом уроке обращение по ссылке и по значению. И все вот это надо, эти понятия мы будем вытаскивать. В конце концов, у нас получится целостная картина. Иными словами, сегодня, заканчивая, мы вывели правило номер один. Один, Tess, да, по сути дела, здесь все очень просто. Если, грубо говоря, грубо сказать, Tess, ссылаясь на глобальный объект. Все, по сути дела. Да, я говорил много слов. Почему? Потому что, с одной стороны, когда умом понимаешь, а это надо же и объяснить. Но я постарался вам объяснить, чтобы это было, по крайней мере, уже более-менее понятно. Все станет на места, ребята, чуть позже. Почему? Потому что надо все это уладить с разных сторон. Ну все. Следующим шагом, я думаю, мы напишем код Java и посмотрим, чтобы мы понимали, а что такое Tess. Вот Java, в C будет там примерно то же самое. То есть в других языках он очень конкретен. А здесь размыт. Но это нам даст понимание. Большое. Все. Пока.